С разным менталитетом и культурой. Начнем с того, что изначально БРИКС это страны очень разные. Ну то есть сложно мне назвать больших антиподов в этом мире, чем Китай и Индия, Россия и ЮАР, Бразилия и Китай. Мы действительно очень разные. У нас разные религии, у нас разные истории, у нас разные языки, о которых мы говорим. Тем не менее, в основу БРИКС лежит очень простая идея, а именно реформировать существующую политико-экономическую архитектуру мира, которая сложилась после распада Советского Союза и окончания биполярного противостояния. Это был период времени, когда Соединенные Штаты Америки, убиваясь своей победой из-за того, что их главный геополитический противник прекратил свое существование, и они добились этого результата без единого выстрела, они провозгласили такую очень броскую концепцию. Концепция конца истории. Что все, на этом все закончилось, что вот везде победила капитализм, либеральная политическая повестка, права человека, в общем, все то, что Соединенные Штаты Америки транслируют еще с середины 20 века. И они создали такой очень интересный механизм, что все абсолютно государства, которые живут в этом мире, так или иначе проходят те же стадии развития, что и сами Соединенные Штаты Америки, которые, как вы знаете, появились как государства только в 18 веке. И они стали это навязывать государством, которое существует всю историю человечества, как, например, Китай и Индия. Начали навязывать это нам, хотя мы, ну, если мы берем с 862 года, ну, так, лет на 900 постарше, чем Соединенные Штаты Америки. Ну, хорошо, ЮАР, допустим, государство, которое появилось относительно недавно, только в 20 веке. Но означает ли это, что многонациональный народ этой страны, они должны во всем копировать то, как выстраивается взаимодействие между черным и белым населением в Соединенных Штатах Америки, где расовая сегрегация существовала вплоть до 60-х годов? Не уверен. И поэтому, провозгласив, что мы должны выстраивать этот мир по-другому, на равноправной основе, где мы уважаем друг друга и уважаем наше культурно-цивилизационное многообразие, это единственный способ, как мы действительно можем взаимодействовать в 21 веке. И эта идея оказалась настолько заразной, что все больше государств хотят работать именно так. Так, скажем, почему Турция хочет участвовать в БРИКС? Они же государства, которые входят в Евроатлантический Альянс. Что им там не нравится? А им не нравится то, что на протяжении 50 лет их держат буквально на пороге Европейского Союза. И как бы не демократизировалось бы турецкое общество, не мне вам рассказывать, что такое современный Стамбул, вполне себе европейский город, если бы сравниваем с Парижем, но почему-то Турцию не зовут в Европейский Союз. И поэтому логично, что турецкое руководство пытается диверсифицировать свои экономические связи и стать частью более глобальных уже евразийских процессов. Каждое государство этот вопрос решает для себя. Зачем им именно БРИКС? Кто-то выдвигает заявку, кто-то отзывает заявку. Это касается, кстати, не только Аргентины. Алжир сейчас раздумывает на предмет того, надо ли им вступать или не надо. Но в любом случае, сама идея, сама формула взаимодействия, она действительно настолько рабочая, что вот такое большое количество государств хотят в этих процессах взаимодействовать. И чем больше таких стран будет, тем больше у нас шанс действительно продвинуть такую реформу глобальных институтов, которая будет отвечать интересам глобального большинства. Вот и все. Спасибо. 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 Спасибо.